Вот. Потому что сегодня мы будем учиться летать. И сегодня мы будем учиться летать над, 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 над любыми обстоятельствами в нашей жизни. Аминь. И Господь положил мне на сердце говорить о том, что мы, о том, что Он хочет научить нас некоторым удивительным духовным приемом. Я извиняюсь, что использую слово прием, но в принципе, да, прием, да, прием. И, конечно же, он рабочий, рабочий прием, вы знаете. Вот у самураев бывают всего два-три приема в жизни, но достаточно, достаточно. И Библия говорит, что у нас тоже есть оружие, и мы должны быть ловкими в этом оружии. И если у тебя в жизни два-три приема всего выучено на автомате, просто изумительно, то ты пошинкуешь дьявола на мелкий салат очень быстро и не заметишь, как многих бед просто и не было у тебя, потому что ты умеешь воинствовать согласно этим приемам, которые Бог нам дает. Вот. И ты умеешь. Ты такой, знаете, вот смотрели, может быть, сестры не очень любят, братья смотрели, вот про самураев, они там летают, по воде бегут, знаете, по воздуху с мечами там, такие, ну, прикольно. Вот. Вот это наше с вами пророчество, это нам фильмы все были сняты, чтобы мы могли двигаться сверхъестественно с Богом. Аминь. Потому что много страданий, которые христиане переживают, и потом мы говорят, это Бог наказал меня и так далее, они вообще, Бог тут вообще ни при чем. Я в прошлый раз, до того, как был в поездке в Краснодарском крае, проповедовал о том, что Бог не дьявол, и что нельзя путать Бога с дьяволом. Они вообще не похожи, вообще совершенно. Бог есть свет, у Него нет никакой тьмы. Если ты начитался что-нибудь про инь-янь, борьбу противоположностей, у Бога нет такого, Он сам с собой не разговаривает. Вот прелесть, вот этого, знаете, вот у Него нету вот разделения личности, Он только свет, никакой тьмы, вообще никакой. Не подозревай Бога в демонических делах, потому что Бог есть любовь, и Бог есть свет. Аминь. Вот. И Иисус сказал, что наблюдайте вообще за тем, как вы слушаете. И, конечно же, некоторые такие есть традиционные взгляды, они не из Библии, как будто бы Бог воюет с дьяволом или с человеком. Вы знаете, Бог вообще даже, Бог ни с человеком не воюет, ни с дьяволом вообще не воюет Бог. Может быть, для тебя это новость, но это, поймите, Бог сотворил ангела. Это Его изделие, вот изделие. У этого изделия нет шанса воевать с конструктором, с изобретателем, с Творцом. Просто никакого, вот абсолютно нет. И поэтому, даже когда в книге Откровения ты читаешь, что там идет война, архангел Михаил, ангелы его сражаются с драконом и ангелами его, то опять же не Бог, архангел Михаил, кто понимает. Вот, и потом там написано, что и не устоял змей древний. И мое очень любое такое местописание, из-за которого я 40 минут смеялся и держался за живот, потому что дух сошел на меня, когда я это прочитал. Дальше я уже не мог читать. И там написано, и не устоял змей древний. И это следующая фраза, и не хватило у него силы. И вот, в принципе, и вся история вот этой войны сил не хватило. Он как-то лошадь, которая заговорила человеческим языком и попросила, чтобы на нее поставили деньги. И человек говорит, я не буду на тебя ставить деньги, ты же кляча, развалишься вот-вот. А она, ставь на меня. Он говорит, да не буду. Вот увидишь, я не подведу, ставь на меня. Он подумал, лошадь человеческим языком, может, волшебная, поставил на нее. И она там что-то проскакала, упала. Так и валялась. Проиграла. Он подходит к ней, ну что же ты, ставь на меня, ставь на меня, ставь, я сама не можешь даже скакать. И лошадь сказал, ну, не ж могла я. Вот так же и с дьяволом. Ставь на меня. Некоторые люди поставили на него, все потеряли. Ну, не смог он тебя благословить. У него вообще нет благословений. Ну, извини. Ну, наобещал. Ну, с кем не бывает. Наобещал, но не шмок. Вот. Не шмок там какие-то обстоятельства. Не хотел, может. Не было ресурсов. Ну, зажал вдруг. Жадность вдруг. Бывает, люди душу дьяволу продадут, а он ни денег, ни души потом. Думаешь, как так вообще облапошили. Потому что у него нет вообще ресурса благословить. Понимаете? И слово благословить к нему не имеет отношения. Вот что имею, то даю. Вот Бог благословен, дает благословение. А проклятый не может дать благословение. Ну, просто не может дать благословение. У него нету их. Кроме вот этого бла-бла-бла-бла-бла. И поэтому нет никакой войны у Бога с дьяволом. Есть единственная война. Это в твоей голове. Вот в твоей голове. Несмотря на то, что там, может, всего 54 размер шляпы, оказывается, умещаются целые поля. Вообще там, Катюши, окопы, минометы, танки. Там у тебя сериалы. Там у тебя ого-го-го. Ого-го, там 8D, 16D, там уже не 3D. Там уже все намного интереснее. И вот в твоей голове, оказывается, многое и происходит. И Библия, каковы мысли человека, таков и человек. Вот. И поэтому вот эти мысли. Библия говорит, что мудрый человек вычерпывает эти мысли. Ну, я не знаю, может ли ты, конечно, запаришься с ведром бегать. Ну, вычерпывать это все. И поэтому я предложил бы тебе более элегантный способ библейский. Как тебе летать? Как тебе переходить через какие-то обстоятельства, проблемы в жизни? Во-первых, нам надо научиться слышать Бога и ступать очень аккуратно. Блажен человек, у которого самое главное желание – это Иисус. Потому что у него меньше искушений. Один из апостолов пишет, что нас искушают наши собственные желания. Бывает, как вы желаешь чего-нибудь, и любой ценой ты хочешь это получить. И пошли. Всякие у тебя проблемы. Поэтому от желаний надо уметь вовремя отказываться. И просто позволять Богу двигаться. От некоторых желаний. Я не говорю. Но если у тебя самое великое желание – это просто быть лучшим другом Иисусу, общаться с Ним, то, конечно, все остальное оно тебе будет прикладываться. По большому счету даже, ну, изменится полностью твоя жизнь, изменятся все твои желания. Ты преобразишься, станешь другим человеком. Я хочу начать. Исайя 54 глава. Это обетование, которое пастор Андрей получил ночью, старший пастор нашей церкви. Но это же обетование Бог давал и мне когда-то, и Тоне тоже. И мы на нем стояли. Потому что нам надо стоять на Слове Божьем. Но когда Бог сказал это пастору Андрею, Дух Святой сошел на меня, хотя мы были просто на планерке, он так сказал, не особо пророчество, а без так говорит Господь, просто сказал, я ночью спал, и меня разбудил голос, который громко цитировал мне Исайя 54 главу 2 стих. И когда он прочитал его, я не мог уже слушать, Дух Святой сошел на меня, потому что я знаю, что это также мое обетование. И когда ты слушаешь Слово, если ты невнимателен, ты пропускаешь столько благословений, столько благословений, потому что ты не слушаешь, сердце твое не реагирует. А если оно не реагирует, ты не можешь зацепиться. Иногда человеку, чтобы спастись, ему нужна просто маленькая травинка. И как будто вот просто нащупать это. Я как-то в юности залез на одну скалу, босиком такой, знаете, потом чувствую, что-то я назад скатываюсь. А я как-то туда легко так залезал, карабкался. И вдруг я понимаю, что выше уже невозможно. А вниз у меня начинает, она очень крутая. И я вот так вот распростерся по этой скале, чтобы, знаете, вот не упасть просто. И задумался. И я понимал, что если я просто напрягусь, одну хотя бы мышцу в теле, я упаду. Я сползал, сползал и понимал, что скорость того, как я спускаюсь вниз, если будет сильно большой, я просто упаду. Я так заглянул, а там внизу море, но далековато. В основном камни, 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 потом море. То есть до моря, ну, в общем, я буду на камни. И вот я сползаю, сползаю, и у счастья из трещинки в скале растет травинка. Я так оп за нее, и мы держимся. Хотя вот это невозможно, но я вам скажу, это правда. Я так оп за нее и держусь. Я понимаю, если я ее выдерну, я упаду. Но это как раз тот недостающий грамм, который позволяет мне остаться еще на этой скале. Успокоиться, нормально дышать, не паниковать и спуститься. И точно так же пророчество, когда кто-то говорит Слово Божие. И когда ты слушаешь его, а я сейчас прочитаю, и ты можешь взять эту травинку, и твоя судьба изменится, и ты не скатишься вниз, и ты будешь благословен. И когда ты слушаешь Слово, и твой Дух реагирует, Он может не говорить, а, да, да, это твое обетование, это твое. Он просто говорит, не для тебя ли это, сыночек? Такой зеленый свет, как будто бы можно ехать или переходить дорогу. Такой нежный голос, даже не голос, чувство, ощущение. И ты говоришь, я не пропущу это благословение. Оно мое, это Бог говорит ко мне. Одна женщина страдала кровотечением, вы знаете эту историю. И кто-то рассказывал, что Иисус Целитель, она там слушала все это, и у нее рождалась вера. Она видела исцеленных людей, может быть, кто-то прибежал с горящими глазами, рассказал о том, как видел чудеса. И у нее, она никогда не видела Иисуса, но у нее в Духе вдруг появилась такая, это мой шанс, такая, знаете, вот легкая надежда. И она начала говорить, она говорила в сердце, это если я к одежде его только прикоснусь, выздоровлю. Если к одежде и прикоснусь, выздоровлю. Только к одежде. И она поняла, это Мессия, это какой-то необычный человек. Если только к одежде прикоснусь, выздоровлю. И она сзади подкралась, и она получила чудо. Она просто украла чудо у Иисуса. Иисус ее не исцелял, Иисус ее не видел, Иисус не говорил, будь здорова, дочь. Иисус ничего такого не говорил. Он шел к дочери Иаира. Прямой, стремительной походкой шел к дочери Иаира. Вдруг кто-то цоп! Потому что кто-то был не лох. Он сказал, я это не пропущу. А там были бородатые, с такой бородой, что ее можно было в штаны заправлять. Хорошо, штанов тогда не было, такие платья длинные. И они такие по уму все. И они только разглядывали Иисуса, от Бога, не от Бога. И все эти исцеления прошли мимо них. И благословения прошли мимо них. Вы понимаете? А обычная женщина, она просто услышала в духе, там, где-то. О, это мне, это мне. И когда пастор, он начал говорить, это место Писания, а я вам его прочитаю. И когда он говорил, мой дух откликнулся. И когда я, слезы залились просто из глаз моих. И я взял это, это для него и для его детей, для нашей церкви, потому что он пастор церкви. Обряд такой. Слушайте сюда. Заходит лидер домашней группы к тебе и говорит, мне Бог сказал, распространи место шатрату. Он такой, это для него и для домашней группы. Заходит районный пастор и говорит, вы знаете, мне Бог сказал, это для него и для тех, кто понимает. Но если старший пастор сказал, как в одном фильме, старший же приказал. Вы его, наверное, не смотрели, но и вот, ну ладно. И вы знаете, он старый, 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 старый фильм, ну, очень хороший. И вы знаете, вот. И когда старший говорит, это для него и для всех нас. Для тех, кто слушает. Поэтому Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тринь-тридинь, тридинь, тринь-динь, способность слушать, тому даже не надо говорить, она сама сзади схватит, заберет свое слово и унесет домой. А кто не имеет, даже если у тебя симпядии во лбу, так и уйдешь ни с чем. Потому что доставка божественных благословений происходит по принципу слушай, верь, принимай, говори, принимай. Слушай, верь, говори, принимай. Слушай, верь, говори, принимай. Не нравится? Всегда есть люди, которым не нравится, но по-другому не работает. По-другому не работает. Слушай, верь, говори, принимай. Благодари. Это очень важно. Слушай, верь, говори, принимай и благодари. Благодари. Как будто это уже твое. Как будто это уже твое. Как будто оно у тебя есть. Потому что Бог несуществующий, называет существующим. Потому что ты верующий, ты просто принимаешь. А некоторые люди так не хотят. Они говорят так. Нет, нет, Господи, так не пойдет. Ты сначала меня исцели. Ты сначала меня исцели, а потом уже я поверю. Бог говорит, ну как хочешь. Ты можешь уговаривать Бога. Только это не работает. Потому что принцип такой. Слушай, верь, говори, принимай. Сухорукий. Один из моих любимых примеров. Сухорукий. Господь говорит, сухорукий. Протяни руку твою. Он мог сказать, ты сначала исцели. Ты что, издеваешься, что ли, протяни? Ты что, не видишь, что ли? Ей только можно грядки полоть. Но то нельзя. Ты сначала исцели, а потом, говорю, протяни. Разве так можно? Протяни. Она не протягивается. Если бы мог, я бы и с тебя протянул. А принцип такой. Слушай, верь, говори, принимай. Тебе сказали, протяни. И сухорукий послал импульс из мозга в руку. И начал протягивать. И она исцелилась. Не наоборот. Потому что мы хотим наоборот. Сначала почувствовать. О, я почувствовал. О, я могу. О, в Иисус я верю. Нет, ты не веришь. Это уже поздно. Но когда ты знаешь, что тебе нельзя согнуться. Совершенно невозможно. А тебе говорят, согнись. Ты, хорошо, хресь, согнулся. И тут ты исцелился. Вот тут, в эту точку. А некоторые пропускают. Они говорят, да ну вас согнись. Я говорю, исцелите, а ты мне согнись. Да, я так и знал, здесь ничего не получишь. И пропускают чудо. Потому что надо делать, когда тебе говорят. Я так одну женщину заставил согнуться. Я именно ее заставил, потому что она сказала, не согнусь. Потому что если согнусь, вы разогнете меня только-только в поликлинике. Вы меня разогнете. Потому что у меня нет диска, диска в позвоночнике. Вы понимаете, юноша. Я тогда был юноша. Что я не разогнусь. И потом я в вашего Бога не верю. Нет никакого Бога, я атеист. Я говорю, а мне плевать, во что вы верите. Я говорю, согнись, женщина. Она не по воду. Я говорю, согнись. Она такая, хорошо. И смотрит на меня. Согнулась. И говорит, все. В поликлинику. Я говорю, разгибатель, женщина. Она разогнулась. И в общем, короче, минут 30 у нее так глаза и остались вот такими гигантскими. Она искала болезнь. Так ее и не нашла. Все время смотрела на меня с ужасом. И не понимала, куда все делось. Сходила в поликлинику. Там обнаружили новый диск. Как диск появился? Быстрее, чем вот так. Она просто сделала то, что я ее попросил. Ты можешь сто лет ждать благословений. Но они не приходят, потому что нужно слушать, верить, говорить. Что говорить? Я исцелен. Сказал? Принимай. Вы со мной? Я благословлен. Я не буду бедным. Принимай. Ты не будешь. Если ты будешь ждать, когда в стране дела наладятся, кризис закончится, что-то с неба упадет. Многие христиане так и померли, не дождавшись. Как говорится, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Но принцип доставки Божьих благословений таков, что это работы только по правилам Бога. Аминь. Ну вот, я опять разблокирую iPad очередной раз. С первого стиха 54. Это начинается пророчество. Я уже чувствую Дух Святой. Ну, конечно, это же Исайя, пророк. Пророк. Поэтому слушай внимательно. Небо пройдет и земля, но Слово Божье не пройдет. И ты можешь взять это Слово, если честно. Ты можешь открыть Библию, найти любой стих, который тебе нравится. Любой. Самый дикий. Самый сумасшедший, если нравится. И он будет твой. Только надо верить, говорить, принимать, благодарить. В принципе, это такой билет в чудеса, который ты можешь выписать себе сам. Хорошо. Хорошо. Нет. Прежде чем я прочитаю, я прочитаю. Прежде чем я прочитаю, я вам другое скажу. Я прочитаю. Но чуть-чуть. Христиане знают всего несколько способов, как получить чудо. Их мало. И все они не работают. То есть, чудо не будет. Прежде чем я тебе расскажу, как получить чудо, я тебе расскажу, как не получить вовеки. Не получить вовеки – это тысячелетний опыт. Тысячелетний опыт неполучания вовеки, разочарования в Боге и так далее, он прост. Это стандартно. Это как программа по умолчанию. Вот в этом гаджете, гаджет он все-таки, есть программы по умолчанию, установленные уже. То есть, я их туда не устанавливал. Они там есть. И поэтому люди легко-легко пытаются получить чудо вот этими программами, которые вот тут по умолчанию у них. Первое. Мы можем жаловаться Богу. Вот, то есть, жаловаться. Жаловаться. Это обычный способ. Тебя обидели, не дали денег. Можем жаловаться. И ты можешь жаловаться Богу, жаловаться Богу, жаловаться Богу. Объяснить все Богу, нажаловаться еще больше. У тебя ничего не будет. Ну, ты неплохо жаловался. Второй способ. Жаловаться можно на жизнь Богу. Потому что Бог не знает, как тяжела твоя жизнь. Жаловаться можно на безденежье. Жаловаться можно, что что-то болит. Жаловаться можно, что жена не очень мудра. То есть, совершенно ездит на тебе туда и сюда, по полям подолам. Жаловаться можно на тещу. Всегда есть на что пожаловаться. В конце концов, на страну. Вообще, давайте пожалуемся на страну. И некоторые люди, они так живут. У них страна виновата. И во всем у них Путин виноват. Обычно. Сейчас он. Все на него жалуются. Но давайте посмотрим. Есть еще один способ, как не получить. Мы можем умолять Бога. Умолять. Это, вот это самый распространенный. Умоляю тебя, Боже. Ну, пожалуйста. Ну, жалься надо мной. Ну, сделай что-нибудь. Ну, пожалуйста, Боже. Неужели тебе дела нет до того, что у меня тут дела не идут? Мы можем умолять. Это вообще самый распространенный способ. Умолять Бога. Когда ты умоляешь Бога, ты, значит, как бы показываешь всем вокруг, а ты письмо Христовое, что твой Бог, Ему нет до тебя дела. И Он сидит где-то на облаке, ты Его умоляешь, а Он не хочет. Ты Ему говоришь, да, пожалуйста, Бог, сделай хоть что-нибудь. Я молюсь за мою страну, за Россию, чтобы пробуждение было. Вот если бы ты любил мою страну, как я ее люблю. Бог такой, уууу. И ты можешь много-много-много говорить. Если бы ты любил Васю, как я его люблю, ты бы давно Васю спас. Бог говорит, ну, пока не чувствуй к Васе любви. И ты, как бы, умоляешь, умоляешь Бога. А Вася все не спасается и не спасается. И Бог как-то все не жалеет Васю. Ну, нет, пока не пробудил ты в Боге чувство любви. То ли пожертвование маленькое принес, то ли еще что-то. И тогда люди смотрят на тебя и понимают, что твой Бог монстр. Он Васю не любит. Совершенно хочет, чтобы Вася пошел в ад. Понимаете? Но мы все равно, как бы, чему бы грабли не учили, а сердце верится в чудеса, мы продолжаем умолять, умолять, умолять Бога. Как будто он Новохудоносор, царь во веки живи, дай хоть что-нибудь, если у тебя сегодня есть настроение. А Илия, пророк, когда пророки Ваала, помните, кололи себя ножами и умоляли своего Ваала помочь им. Или он как раз в это время козявки катал, ее так вот пинал и ржал. И он говорил, вы дольше молитесь, может, у вас Бог в туалет пошел по нужде. Мы же не знаем, может, у него понос, может, реально не может выйти, а надо просто дольше бегать. А может, спит? Спит? Ребят, спит, наверное. Сейчас как раз, вот, полдень, жарко, спит ваш Бог. Ну, вот, и он ржал над ними. И вот мы иногда из нашего Бога делаем вот такого языческого под нашими молитвами. Они-то, понятно, ножами колют, умоляют, потому что у них проблемы. Дождя, скорее всего, не будет. Но, как бы... И вот Илия, который что-то знает о Боге, просто поднимает руки и говорит, Бог Израиля, ты всемогущий Бог, прославляет его. Скажи, прославляет. И приходит огонь с неба. Ему даже не пришлось не то, что себя ножами колоть, щипать себя не надо было. Все было без боли и быстро. Следующий неоригинальный способ, как мы можем ничего вовеки не получить и даже ласты откинуть раньше времени, как, говорит, копыта отбросить. И целое поколение оно это на себе пережило. Вот один из величайших способов, вообще, как не получить чудо, это, конечно, роптать. Мы можем роптать. И Библия говорит, что целое поколение евреев умерло в пустыне из-за ропота. И они роптали. Роптать это, быть недовольным, вот это, мне не нравится вот это, не нравится вот это. И это тоже, может, такая молитва, вот есть молитва ходатайства, есть молитва поклонения, а есть еще такие молитвы во время ходатайства, во время поклонения, они как бы внутри этих молитв заложены, это молитва ропота, молитва жаловаться, молитва умолять, вот такая внутри заложена, ропота. И мы ропщим, 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 на людей, на царей, на все что угодно, бесполезная трата времени. И еще одна удивительная молитва, мы можем злиться на Бога, ну, после всего, когда пожаловались, роптали, когда совершенно ничего не получили, теперь понимаем, что Бог, Он какой-то злой, и мы на Него злимся, что Он нам не дал. Злиться на Бога. И все эти три вида бестолковых молитв, они говорят людям о том, что с нашим Богом надо быть осторожней, что Он не любит людей, что Он не любит давать, что Он любит, когда Его умоляют, что Он, ну, как бы, бессердечный, что Ему нет дела до твоих проблем. Вот какое складывается мнение. А мнение о Боге рисуют именно христиане. Потому что, если ты стоишь на коленях и пробил вмятину лбом в полу, умоляя Бога, и налил кучу слез, то я понимаю, что твой Бог монстр. потому что, даже если бы я имел возможность, я бы тебе уже дал денег, чтобы ты только не бился лбом, даже я бы уже сжалился над тобой, если бы имел возможность покрыть твои нужды. Правда или нет? А я намного злее... Нельзя говорить злее Бога. Я намного хуже Бога. То есть не сравнен. Не сравнен. Ну, давайте все. Теперь возвращаемся Исаи 54 глава. Возвеселись! Ага, видите, началось. Вот, даже нельзя слово нормально прочитать, уже дуй святой двигается. Возвеселись! Вот это Бог. И интересно, что первое, что Он хочет, это чтобы ты начал веселиться, потому что дальше все будет очень хорошо. Когда Бог говорит возвеселись, это не значит ты смейся, веселись. Поржи немножко. Но будет все очень непросто в твоей жизни. А так посмейся, конечно, посмейся перед смертью. То есть, когда Он говорит возвеселись, это значит, что у тебя много поводов, но ты пока не видишь их. Но Бог знает, что они есть. Возвеселись! Поэтому вспоминаем женщину, страдающую кровотечением или человека, у которого была скрючена рука, протяни руку! Он берет и протягивает. Возвеселись! Это что я делаю? Мне не весело. У меня паралич радости. Когда я пытаюсь радоваться, у меня какая-то хмурь выходит, потому что сегодня мне не радостно, друзья. не выдали зарплату, отдавили палец, стал шире в четыре раза, чем ступня, и девушка меня бросила, потому что когда вы мне говорите, возвеселись, у меня прям слеза сама наворачивается, и вот эти слова я сейчас не хочу слышать. Паралич радости. Но когда ты верующий, кто понимает, тебе надо возвеселиться. Если ты хочешь, чтобы все остальные стихи в Писании начали работать в твоей жизни. Аминь? Здесь есть верующие? Протяни руку твою. Есть верующие? Возвеселись! А дальше он говорит кому? Неплодная. Ну, теперь понятно, чего нет радости? Ладно, плодоносная. Возвеселись, плодоносная, которая рожает, как кролик. Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. Как в этом кан-фу-панда гусь напугался, так па-па-па-па-па-па-па куча яиц вылук с нас от страха такая горка яиц от страха. расслабился, яйцами сходил. Плодоносный такой гусь. И когда тебе говорят, возвеселись плодоносно, это понятно. А то ведь возвеселись неплодное, нерождающее. Опять противоречие, видите? Потому что здесь между строчек все пропитано верой, радостью, победой и перспективой. Аминь. И поэтому, когда ты примешь сегодня эти стихи, я, может, проповедь не успею сказать. Я чувствую, не успею. Я хотя бы это. Да, да, хотя бы это. Да, усвоим. И то будет хорошо. А потом, в следующую среду, хорошо? Что, сколько времени, чтобы закончить вовремя? Возвеселись! Халидуя! Щиробарахараматэлярагарадэрья! Неплодное, нерождающее! Воскликни! Возгласи! Что я вам говорил? Надо сначала говорить. Аминь. Возгласить! Говорить! Потому что Бог, даже здесь, требует сначала веру. Они все хотели. Исцели! Он говорит, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, хоть сколько-нибудь, нисколько, извини. Извини. Он говорит, верую! Помоги моему, не верю! Ну, есть же что-то. Есть! Давай за это зацепимся. Давай зацепимся за эту... Не будем падать со скалы. Давай зацепимся за эту истречную, растущую травинку. Хоть сколько-нибудь! Аминь. И здесь то же самое. Воскликни, немучившиеся родами, потому что оставленной... Вообще, вот как можно веслиться, когда ты еще и оставленная? Неплодная? Короче, какая? Неплодная, нерождающаяся, оставленная. Достаточно, чтобы впасть в отверженность на все остатки своей жизни. Правильно я говорю? Веселиться совершенно не о чем. А он говорит об этом сначала. Потому что... Потому что у оставленной, у тебя, гораздо более детей, нежели у имеющих мужа, говорит Господь. Он здесь не говорит просто о каких-то духовных детях. Он говорит, что будет и муж, и дети. Кто понимает? Он не просто здесь говорит, ничего, это духовные дети. Это духовные. Все духовные дети. Духовные. И деньги у тебя будут духовные. Духовные. И продукты у тебя будут... Извини, духовные. Да. Машина будет духовная. Духовная. Знаешь, вот как бы здесь совершенно бы не о чем было радоваться тогда. Кто понимает? Духовное – это духовное. Мы не против духовного. Мы за духовное. Кто за духовное? Аминь. Потому как здесь есть и духовное. Но он говорит, потому что вера говорит, раньше, чем муж появился, раньше, чем дети появились, раньше, чем что-либо. Вера говорит... Раньше. Вера говорит, провозглашает, радуется, раньше, чем есть причина видимая радоваться. Распространи место шатра твоего. Вот тут Бог могущественный и широкий. Шатра твоего. Я понимаю, что здесь очень много... Я прежде всего здесь увидел духовное. Но сегодня, первый раз в жизни, я увидел материальное. Я даже вам скажу такую вещь. Никому не говорите. После того, как пастор в офисе сказал этот стих, и дух сошел на меня. Сейчас прочитаю, увидишь. Расширь покровы жилищ твоих. О чем здесь? Ну, если буквально. Ну, если вдруг Библия иногда говорит буквально, не только. Аллегорически и духовно. Это о доме, правильно я так понимаю? Покров, это что, крыша у нас? Я так понимаю. Жилище, это у нас что? Ну, что такое жилище? Это метры какие-то квадратные, я так понимаю, да? Это квадратные метры, я так понимаю. Здорово. Я правильно понимаю. Я просто проверил. После этого Бог дал мне силу и возможность строить дом. Понимаете? Поэтому, когда ты слышишь пророчество, и ты хватит за него. Чуть-чуть только понял, что так относится к тебе. Поверил. Услышал. А у некоторых можно и украсть, если они лопухи. Потому что святое место пусто не бывает. Вы знаете? Ульф Экман как-то проповедовал в одной церкви. И говорит, кто хочет, я помолюсь за исцеление. Все улыбались. Знаете, европейские люди, они улыбаются. Ну, мы русские вообще не улыбаются. Если ты не веришь, что хочешь благословение, ты так и сидишь с такой рожей, с которой, в принципе... А те все равно улыбаются. Они говорят, идиллия самослужения уже закончилась. Мы хотим домой. Он говорит, никто не хочет исцеления. Они не верят, что Бог исцеляет. Нет. Даже головой не мотает, просто улыбаются. Ульф Экман сказал, ну, может быть, кто-то хочет благословение. Все продолжали так же улыбаться, ибо все уже благословлены. Он подумал, хорошо, закончил собрание. Бывают такие церкви, что туда, что ты приехал, что ты не приехал, все равно. А бывает, ты приезжаешь, тебя там съели, выпили вообще, переживали, все забрали и отправили домой. И ты понимаешь, благословились люди. Кто понимает? Они тебя отжали по полной программе и благословились. И такие ребята, такие церкви меня так радуют. Я буквально пару дней с такой вернулся, с Краснодарского края. С утра... Нет, утром мне давали поспать, но до ночи... До ночи мы общались и так далее. Это были потрясающие люди. Я настолько их полюбил, потому что они брали все, что можно взять. И я настолько благословлен их ушами, потому что ничто не благословляет проповедника, как уши. Это я знаю от Иисуса Христа. Он как только видел, что его слушают, аж пьянел. Когда увидишь, что люди нуждаются, он начинал проповедовать много. Он не устраивал просто какую-то социальную программу, бомж-центр, оделся, он учил, вы понимаете. Я не против центра для бомжей и так далее, но у Иисуса как-то вот это очень быстро происходило, потому что он двигался в силе Святого Духа. Аминь. И я куда-то ушел в сторону, а? Куда-то я в сторону ушел. Хорошо. Он говорит, не стесня, а давайте дальше, распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Ульфа, кто-то напомнил мне сейчас, чувствую. Ульфа мне это рассказал. Бог всегда кому-то найдет, кому сбагрить благословение. Ульф Экман, когда понял, что никому ничего не надо, он пошел в фойе. И там просто книги рассматривал. Бывает, когда делать нечего, не потому что я хочу почитать, я их рассматриваю. Бывают, вот правда, бывают такие церкви, где хочется пойти книги рассматривать. Вот. И я рассматривал, да, даже вот где-то некоторое время назад, я был в такой, я был в такой церкви интересной, а жена этого человека, она говорит, пастор Сережа, поговорите с моим мужем, пожалуйста. Он во время проповеди уходит, уходит вокруг церкви. Я думаю, ну, как-то поговорю с ним, ну, правда. Ну, я понимаю, что церковь, он отвык, ну, может быть, от такой, ну, такой живой церкви, но все равно, что надо как-то на проповеди. И вот я сел рядом с ним, одну проповедь я послушал, чувствую, зад мой уже не может слушать проповедь. Вторую я слушал уже, вторую, там пастор наш проповедовал, ну, как-то хорошо отдохнул, послушал, вдохновился. Потом третья, на четвертой, я чувствую, мне надо, хочется пойти вокруг церкви, погулять, и на языках поболиться. И я вышел тихонько и ходил вокруг церкви, молился на языках и книги рассматривал. Так я и не поговорил с этим братом, чтобы он проповеди слушал. Я только мог сказать, держись, держись, что есть мочи. Хотя бы первых две проповеди, держись, а потом ходи, книги рассматривай. Потому что иногда, правда, нет откровения. Нет того, ну, откровения. Ну, что делать? Так вот, Ульф вышел и тоже рассматривал книги. И какая-то женщина подошла к нему и взяла его за локоть. Ну, она хотела, чтобы он обратил на нее внимание. И как только она коснулась его локтя, сила Божья сошла на нее. Она упала на пол от силы Божьей. Ульф Экман был удивлен, очень удивлен, потому что из него вышла сила. Прямо из него сила вышла. И он спросил, Господь, что это было сейчас? И Господь сказал, так как в этой церкви никто ничего не хотел, я все благословения отдал ей. Бог не приходит на служение с пустыми руками. Но с чем Он приходит? Он приходит со Словом. И если ты возьмешь его в свою жизнь, ты никогда, никогда не пожалеешь, никогда. Идти в церковь, это не то же, что в театр или в кино. В церковь ты приходишь, чтобы взять то, что Бог говорит, услышать его. В театр ты приходишь просто, чтобы насладиться чем-то, получить эстетическое удовольствие. и дальше готовы слушать? Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Сильные два слова следующих будут. Не стесняйся! Это вот моя была проблема. Я всегда стеснялся. Вы знаете, нельзя, 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 нельзя стесняться в вопросах веры. У нас стеснение, смущение, оно как бы за интеллигентность такой выдается, за правильный тон такой, правильное поведение. Человек смущается, человек стесняется. Фи-фи-фи-фи, вот как вот Хазанов раньше такой был у него номер, где он так делал и вот так вот стеснялся всегда. Вы понимаете, с Богом этот номер не пройдет. Он просит, давай, 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 подумай настолько широко, насколько ты можешь. Не стесняйся давай. Расширь, расширь свое мышление, расширь свое сердце, распространи свою, поверь в большее, ну замахнись ты на что-нибудь пошире. Ну удиви Бога, если Бог такой большой, зачем просить такие маленькие штуки? Ему все равно маленькую вещь дать или большую вещь дать. Ведь он, всемогущий Бог. Я когда вспоминаю, что астероид пролетел, 400 тысяч тонн чистой платины просто в космосе и улетел. Какая, какая халатность такими кусками золота разбрасываться. тут наскреб, на серьгу. А там астероид 400 тысяч тонн, мусор космический. У Бога летает просто так. И ты тут стесняешься. У него это в виде хлама вообще, а ты стесняешься. И поэтому для Бога вот это вот твое осисясь, вот это осисясь, осисясь, оно стрёмно выглядит. Как будто у Бога и так мало, и ты тут еще пришел. И если Он отдаст кому? Тебе, то значит забрал у кого-то. Но ему не надо у кого-то забрать, чтобы дать тебе. Он говорит, не стесняйся, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, утверди колья твои. Я после того, как Бог это пастору сказал, я побежал в молитвенную комнату, закрыл глаза, представил, что у меня много-много кольев, представил. И говорю, Бог, я вбиваю. И я начал вбивать в те места, где бы я хотел попроповедовать. Я вбиваю, они не заканчиваются, вбиваю, они не заканчиваются, вбиваю, они не заканчиваются. Бог говорит, пошевели еще мозгами, куда еще можно вбить, кроме географии. Я говорю, я уже по всему глобусу ну втыкал. Я говорю, куда еще? Самое интересное, вы можете смеяться, но я очень хотел как-то побывать на Камчатке и Сахалине. Я туда вбил колья. И через несколько месяцев я там уже служил. Но мои колья там вбиты. Они не вынуты. Еще поеду. А еще есть Япония. Очень интересное приключение. А еще Китай. Ох, там столько можно кольев навколачивать. Там маленькие города, деревня, полтора миллиона, пять миллионов. Населенный пункт. Даже городом не называется. Там их столько, что нет такого, что ты переехал из города, выехал, потом по полю едешь, 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 лес, болото, озерок. Вот и следующий городок. Там такого нет. Ты просто едешь, вот город, теперь другой город, третий город. Они вообще просто, там граница, даже непонятно где. Это все просто один город. Это как если бы от Ярославля все застроили до Москвы. И мы бы знали, сейчас Переславль проезжаем. А все дома, 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 автострады, дома. Вы представляете? Живут люди. Под каждым мостом какая-нибудь морковка, укроп, пертрушка растет. Потому что все, надо как-то это, столько людей надо же прокормить. Потому что можно даже в щелях между кроссовками что-нибудь посадить, если землю оттуда не выколупывать. То есть там везде что-то есть. Хорошо. Широко утверди колея твое, ибо ты распространишься направо и налево, и подомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поруганий, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Вот мой стих, вот этот стих. Ибо твой творец. Посмотрите, как говорит Бог здесь. Твой творец. Дальше. Супруг твой. Господь Саваоф имя его. Ты не просто вышла замуж за какого-то мажора, у которого есть деньги и БМВ. Ты не просто вышла замуж за олигарха, или какого-то высокопоставленного чиновника. У тебя супруг Бог. Еще раз. Бог говорит сам, это не ты придумала, не я, не мы придумали, это Он говорит, ибо твой супруг Господь. Бог творец твой. Творец твой. И вот так надо говорить. Мой супруг Бог, Он заботится обо мне, Он творец мой. Я верую, радуюсь и говорю. Я так говорю и так будет в моей жизни. Потому что если ты уже пришел в царство веры, где все по вере, не по делам, по вере, то тогда и действуй согласно принципам этого царства. Говори так, говори так. И дальше написано, имя Его Искупитель твой. Кто у нас Искупитель? Все, кто недавно в церкви уже должны знать, кто давно, совсем уже давно должны знать, имя Искупителю нашему Иисус Христос. Он жених церкви. Еще раз. Если друзья Иисуса драгоценны, но ради невесты любой жених друзей оставит, так или нет, потом друзья ходят, бросил ты нас, тебя не видно, из квартиры не вылазишь, с женой все, с женой. Бывало раньше, пиво попьем, выпьем литров по шести, бежим буквой Г до ближайшего угла. А сейчас женился, пропал. И что в ней? Ничего. И почему? Потому что ради невесты. Как бы не был дорог друг, друг драгоценен, сын бесценен. А невеста? А? А жена? дети вырастут, уедут. С кем сидеть дома будешь? С женой. с кем навсегда останешься? С женой. Кто будет? С кем самые близкие отношения? С женой. И Господь говорит, никогда в жизни Он называл кого-то рабами, кого-то называл друзьями, кого-то называл детьми. И это круто, ты остаешься его ребенком в глазах небесного, великого отца, ты ребенок, но второго, великого Бога, который Он и Отец одно, которого имя Иисус, Искупитель твой, ты невеста. И за невесту Он резьбу быстро на шею нарежет любому, кто будет обижать его невесту. И ты знаешь, там совсем другой уровень гнева. Совсем другой. Там крышу сносит. Там крышу сносит. у одной мамы ребенок под машину попало, она перевернула машину, и только потом поняли, что это невозможно. Просто перевернула ее, чтобы достать ребенка. Когда невесте, плохо женику, плохо, это одно, это невозможно. И говоря о его любви, дикой, сумасшедшей любви. И когда ты читаешь это местописание, и кто-то тебе великий, всемогущий, сотворивший небо и землю, творец, говорит, ты жена мне, ты не будешь бесплодной, ты будешь возвеселись, возрадуйся, потому что искупитель твой, искупитель твой, Господь Саваоф, искупитель. Вот кто такой Иисус, святый Израилев. Он был только Богом Израилев. Но когда умер на кресте, написано Богом всей земли назовется он. Каждый человек признает его Богом. Так где твоя вера? Сможешь ли ты этот текст святой себе присвоить и жить так? Потому что здесь нужна вера. И дальше, ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь. Как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью превоспряму тебя. В жару гнева я скрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Я хочу прочитать другой перевод, сравнить. Под нахлынувшим гневом на миг скрыл от тебя лицо, но по нетленной любви я помилую тебя, говорит твой искупитель. Какая любовь? Нетленная. 1 Коринститут 13. Любовь никогда не проходит. Вот из-за этой любви я, помилую тебя, говорит Господь твой искупитель, ибо это для меня, как воды ноя, как я поклялся, что воды ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Вот это я знаю о Боге. И это меня заставляет просто непрестанно его благословлять, постоянно его благословлять. Он никогда на меня не гневается и никогда не укоряет. Кто-то скажет, кто-то скажет, о, он не гневается, не укоряет, я тогда пойду грешить. Кто-то скажет, он не гневается, не укоряет, я буду его бесконечно любить. Это твой выбор, твой выбор. Он не гневается, не укоряет, он поклялся. А десятый стих термоядерный, горы сдвинутся, холмы поколеблется, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего, а это, кстати, новый завет, который заключен Иисусом, между Иисусом и Богом Отцом, завет мира моего не поколеблется, не поколеблется, не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Какой Господь? Милующий, как милующий, постоянно, постоянно, постоянно. Мы, христиане, очень часто у нас мирское мышление, как программа по умолчанию. Мы думаем, что если у нас была долго белая полоса в жизни, то скоро черная придет. Даже такая поговорка была, хорошего помаленьку. И в миру действительно так и работает. Что-то давненько не было проблем. Давненько что-то я не попадал в какие-то проблемы такая в миру. Но в Библии такого нет. Там написано стезя праведного. Не черно-белая, 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 а дальше то место, откуда хвост начинается, как у зебры. Как итог, так сказать, жизни. А стезя праведного как полный итог жизни. Стезя праведного светлее, 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 светлее до полного дня. Вот как надо думать с утра. С утра надо сказать «Слава тебе, великий Бог! этот день будет светлее, чем тот, что был вчера. Аминь! Потому что я верующий в Его Слово». От этого ты живешь по другим принципам. Бедная, бросаемая бурей, безутешная. И дальше Господь говорит 13 стих «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далеко от угнетения». Как? Как далеко? Далеко от угнетения. «Ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он к тебе не приблизится, никакой черной полосы». Вы видите, здесь не прописано никакой черной полосы. «Вот твой Бог. Вот будут вооружаться против тебя? Будут? Но это не я. Это не от меня. Я их не посылал. Кто бы не вооружался против тебя, падет. Вот что сегодня с Израилем происходит. Вооружаются, но это не от Бога. Я бы любому правителю любой страны сказал, «Только не вооружайтесь против Израиля, и не вооружайте никого. Я не хочу горя моему народу, моей стране. Я не хочу падения, потому что Бог называет себя Богом Израиля, и Он назовется Богом всей земли. Поэтому там немного евреев живет, 5 миллионов, и 150 миллионов арабов ничего не могут с ними сделать. Потому что Бог чудесным образом они выгрузили, на них скинули 40 тысяч тонн ракет, погиб один человек. ровно столько выбросили за всю войну, Вторую мировую, на Лондон, и погибло 40 тысяч человек. И теперь подумай, это были обстрелы ракетами, это за один только вот, ну вот, сезон, вот знаете, они там недели-две бомбят ракетами, 40 тысяч тонн, один человек погиб. А теперь подумай, разве Бог не охраняет? И то, там, по-моему, не от ракеты. По-моему, Бог сильно умеет охранять. Аминь. Господь, помоги нашему правительству не вооружать никого против Израиля, чтобы мой народ жил в благословении, потому что так сказать, наша вера православная основана на еврейской Библии и на Мессии, имя которому Иешуа, который весь был, выглядел как еврей и родился от мамы, которую звали Мария, еврейка от мозга костей, до мозга костей, еврейка. Поэтому наш Иисус говорил с определенным еврейским. акцентом у него было еврейское мышление и на вопросы он часто отвечал вопросами. Очень убедительно. И поэтому маленькое отступление. ни одно орудие, сделанное против тебя не будет успешно. Ни одно. Я не буду дальше проповедовать. Давайте так, в следующую среду буду говорить о том, как летать. Хорошо? Я не успел. Отец во имя Иисуса, я благодарю тебя за великие и драгоценные обетования. Я хочу помолиться, чтобы это слово, оно вошло в твой дух и благословило тебя. Я буду молиться, чтобы Бог вселил в тебя слово о расширении, о распространении, и чтобы ты начал видеть, как Бог расширяет тебя, распространяет, избавляет. Я помолюсь о любом бесплодии в твоей жизни на основании этого места Писания, о любом. Я призову сейчас утешение от Бога, который обожает тебя и поклялся не гневаться на тебя, не укорять. Если ты жаждешь этого, встань, пожалуйста, подними твои руки к Богу, подними твои руки к Богу. Я хочу, чтобы вы не смотрели на себя и старались не думать о своих поражениях. Давайте мы попытку уломать Бога, разжалобить Бога, или как-то роптать перед Богом, мы отвергнем вот этот образ молитв и возьмем для себя другую молитву, благодарить Бога, славить Его, величать Его в своей жизни, величать Его в своей жизни, чтобы Бог научил тебя летать над любыми проблемами и обстоятельствами. Он, кстати, научил Давида, и я поделюсь с вами, но потом. Держите руки, я буду молиться. Отец своими Иисусом. Милый Папочка, ты дал это Слово. Я верю для каждого человека, кто слышит. Я верю, что мы не слушаем что-то случайно. Я верю, что ты даешь нам Слово, чтобы мы и наблюдаешь, возьмем ли мы эти слова, возьмем ли мы благословение. Потому что доставка благословений этим транспортным средством, которое приносит нас благословение в жизнь, оно упаковывается в твои слова. Оно упаковано в твои слова, это благословение. Как зерно упаковано в кожуру. И там огромная, огромная сила, огромная сила, чтобы любого человека сделать благословенным, расширить, распространить его направо, налево, расширить покровы его жилищ, расширить его служение, его призвание, расширить в дарах, расширить в мудрости, расширить в общении с Богом, расширить его во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас я молюсь, Отец во имя Иисуса, скажи, милый папочка, я беру это слово, Исайя 54 главы, я беру это слово прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я беру это слово, я принимаю его для себя, я вкладываю его в свое сердце, Отец, и я буду веселиться, даже если мне не весело, я буду радоваться и веселиться перед тобой, я буду веселиться, величать тебя, я научусь веселиться, я научусь веселиться каждый день, я буду самым веселым человеком, во имя Иисуса Христа, и я научусь радоваться и веселиться, и этот плод радости, это мой плод, это для меня, во имя Иисуса Христа, бабочка, ты сделаешь мою семью и моих детей в настоящем или в будущем веселыми людьми, благословенными людьми, людьми радости и веселья, и ты возвеселишь меня, ты возвеселишь меня за все годы, где я унывал, плакал, где у меня были проблемы, ты возвеселишь, даже более того, Господь возвеселит тебя за те моменты, когда предки твои не могли веселиться, когда отцы твои не веселились, когда бабушка с дедушкой не веселились, я их веселье, говорит Господь, которые они не взяли из-за скорбей и страданий, которые у них были, я дам это тебе, говорит Господь, и дам это тебе сейчас, я дам это тебе сейчас, и ты будешь жить в этом веселье, и не будешь бесплодным, и не будешь бедным, и не будешь нуждающимся, и я говорю тебе, будешь распространен направо и налево, и поэтому не стесняйся, не стесняйся, откажись от этой ложной застенчивости, широко поставь ноги твои, высоко подними руки твои, и начни веселиться перед Богом, не потому, что тебе сейчас весело, не потому, что у тебя все в порядке внешним, а потому, что Бог сделает это для тебя, и Он супруг твой, и Он благословит тебя, благоущественно благословит тебя, спасибо тебе, отец, спасибо тебе, отец, спасибо тебе, отец, спасибо тебе, отец, спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, с великою, с великою милостью, с великою милостью воспринимает тебя Бог, о, я благодарю тебя, отец, с великой милостью, мой Бог, Не какой-то маленькой милости, богатой, великой милости. Папочка, ты Бог великой милости, великой милости. Сейчас, сейчас, я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Идет сражение, идет сражение. Я знаю, оно идет в сражение, где-то в теологии, где-то там споры какие-то, но идет сражение. Либо ты останешься в такой теологии уныния, и как бы тогда и страна твоя в этом останется. Либо мы с вами научимся ходить в вере, в победе, и возьмем от нашего Бога все, что Он нам предлагает. И научим этот народ, что наш Бог есть благословенный, могущественный, великолепный, сладкий, блаженный Бог. Аминь. Бог изобилия, радости. Бог, который силен нашу страну благословить, наши семьи благословить. Который не воюет с нами. Который хочет, чтобы мы поняли Его и поверили в Него. И поэтому я тебе скажу, веселись не потому, что весело, а потому, что у тебя есть травинка. А у некоторых не травинка, а площадка. Понимаешь, и ты уже на ней стоишь. И ты можешь держаться за это и веселиться. Потому что у тебя все будет хорошо. А почему у тебя все будет хорошо? Потому что у нас Бог хороший. Аминь. Бог хороший. Бог хороший. Бог очень хороший. Саня, у тебя все будет хорошо. Так говорит Господь. Потому что твой Бог очень хороший Бог. Он начал, Он доведет до конца. Галина, все будет хорошо. Аминь. Аминь. Леша, у вас вообще все будет хорошо. У вас уже все хорошо. Но будет так хорошо. Ой, как будет хорошо. Лиза, у тебя все будет очень хорошо. Очень. Бог научит тебя летать. Оля, все будет так хорошо. так хорошо что совсем хорошо а ведь аминь кто кто хочет держи руку у тебя будет так хорошо по имени иисуса христа аминь по имени иисуса по имени иисуса христа спасибо тебе иисус спасибо тебе иисус спасибо тебе иисус мы благословляем тебя мы благословляем тебя это приказ это это про руки в основе мы устраивали просでしょう не воззираем посмотрим спасибо тебе иисус спасибо и придется найти радостную музыку и запираться дома и веселиться и если вы возьмете это в свою практику возьмете то в свою практику а некоторым надо заводить будильник чтобы звонил через каждые 20 минут и как только он зазвонит веселись начиная хорошо думать о боге величай бога величай бога и потом через 20 минут он опять зазвенит если ты в аудитории тебе надо спрятаться за книги за партнера там за кого-то за станут повеселиться три минуты поржать прославить господа подумать хорошо о боге подумать хорошо о боге что великие могущества через некоторое время весь твой ум будет хорошим потому что ты поклонник потому что ты научился через каждые 20 минут славить бога и потом тебе не надо будет будильник у тебя просто ум будет хороший некоторые плохие вещи из ума уйдут 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 потому что у них не будет времени там жить вы понимаете потому что бог призывает тебя в непрестанную благословенную радость и христиане это люди не теологии это люди практики когда ты практикуешь твою веру как ты практикуешь что что ты слышишь то что ты отсюда слышишь ты это в жизнь практикуешь просто практикуешь и тогда жизнь меняется аминь будьте благословен и давайте мы прославим бога аминь будьте благословен и аминь будьте благословен и эминь будьте благословен и